Выходим в Новоафонские пещеры, здесь прохладненько. Давай, ковточки доставай. Такие вот подземные переходы. Довольно-ки прохладно здесь. Освещения мало, поэтому придется выглядываться. Там до той скалы приблизительно метров 70. Вот там высота была. Ингей. Кто это, люди до Уберии? Или природы сделал? Руку нельзя растягивать. Натечное капельное образование руками не трогает. Курить, шуметь, также переходить за перелом. Пещеры столько запрещено. Но прежде чем приступим к основному осмотру пещеры, я расскажу вам о том, как была найдена наша пещера. Пещеры образуются в основном в карбонатных породах, известняках, ринах, даламитах. Образованию пещер способствуют тектонические трещины в горной породе. На территории, где преобладают карбонатные сульфатные породы, интенсивно развивается карстовый процесс. Термин карст берет свое начало от названия известнякова плата карст, расположенного в Северостопе от реки Истрия в Словении. Там впервые было изучено время, связанное с растворением и развиванием карбонатных пород, путем воздействия на них подземных вод, обогащенных угольной кислотой. Благодаря карстным процессам образуются различные глубинные поверхностные формы ульфа в виде воронок, естественных шахт, пещер. Карстному процессу своим воздвигновением обязана и наша новофонская пещера. Воздух пещеры отличается от воздуха внешней среды, но меняется содержание различных газов. В крупных пещерах температура в основном постоянная. На Афонской пещере она равна плюс 14 градусов. Относительная влажность воздуха достигает 100%. Поселка Новоафонской вечных времен существа Араяна, которую в народе называли бездонная. Шли годы, но никто не решался спуститься в нее. И лишь в 1961 году без специального снаряжения по обыкновенной веревке на глубину 35 метров спустился в эту яму 16-летний юноша Гиви Сморк, житель Нового Афона. Спустился до дна этой ямы, пройти по горизонтали, ему дорос во второй раз с группой спириологов. Общая глубина пещеры 186 метров, суммарная длина более 3-х километров. В пещере 9 залов. Но экскурсионному осмотру подрежат только 6. 3 зала закрыты для посещения. Мы с вами в этой пещере пройдем полтора километра. Назад по этому маршруту возвращаться не будем. Выход у нас находится впереди. Итак, мы с вами находимся в первом зале. Зал Анакопия. Анакопия – это древнее название Нового Афона. Зал Анакопия является первым не только 3 экскурсантов, но и для первого исследователя. Здесь в этом зале заканчивается та самая бездонная яма. Если вы обратите внимание на красную подсветку углу зала, то вы увидите, откуда в пещеру попали первопроходцы. Глубина бездонной ямы – 140 метров. Зал Анакопия имеет мешкообразную форму. Проще от зала – 4570 квадратных метров. Дно зала покрыто огрушенными глыбами и отложениями вязких клин, которые в основном образовались за счет разрушения известняка, а также занесены поверхностными водами. Поверхностные воды, попав в пещеру, образуют пещерные озера и реки. В этом зависть можете увидеть. Круто. Проще от зала – 40 метров. Поверхностные воды – 40 метров – 40 метров. В этой зале – 30 метров. Поверхностные воды – 40 метров. Всяки саеку – 40 метров. Веземь пешка – 40 метров. Сные воды – 50 метров. У меня в принципе не холодно без сына. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот каменное образование похоже на череп Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот, конечно. Вот, вот. Чуть еще в руки стоять, потому что ты уже не сперюшь. Ты здесь вот там или здесь? Здесь, здесь. Дорога не скользкая. Эти-то... Вода-то по носу накапит, и будет скользкая. Отдых, Hm. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...